Всем привет! С вами команда Кировской области и сегодня мы вам расскажем о легендах нашего края. Вы знали, что именно Китиморы повлияли на местоположение города Кирова. Когда новгородцы в 12 веке пришли на Лятскую землю, то местоположение города они выглядели на реке Холновидцы. Они сложили струю материала и укрепили их, а наутро выяснилось, что вода перенесла бревна в другое место на Баляково поле, ныне это район вечного огня. Новгородцы поняли, что это проделки Китимор и не стали продивиться судьбе, а холм с тех пор называли Китиморским. Кстати, благодаря именной Китиморам Кировская область попала в сказочную книгу России. В далекие времена, там где река Вятка вбирает в себя другие реки, жил марийский народ. Среди них был богатырь Чумбулат. Всегда отважно боролся с врагами и любил свой народ. Но пришло время умирать богатырю, и даже после смерти великий защитник Чумбулат не перестал защищать свой народ. Однажды марийский народ разгневал богатыря и больше он не помогал им. После чего марийцы стали считать скалу Чумбулат местом силы. Лежницкое озеро находится в Кировской области в Пижанском районе. Озеро небольшое, но глубокое, имеет размеры 250 метров в длину и 200 в ширину. Борийцы считают, что Лежницкое озеро это место силы, потому что вода в озере способна исцелять болезни. С этим соглашаются даже ученые. Всем известная дымковская игрушка родилась в Кирове. Пять столетий назад за речкой Вяткой находилась небольшая слобода Дымкова, куда царь Иван Третий приказал переселить жителей северных регионов России. Среди них оказалось много мастеров гончарного дела, которые на новом месте развернули активную деятельность по производству игрушек. Русский народный промысел сохранился до наших дней. Одинковская игрушка стала символом Вятского края. Есть на нашей Вятской земле славный город Советск. До революции в прошлом веке он назывался Слобода-кукарка. Много легенд и мифов существует о Слободе-кукарке, но одна из самых загадочных это о происхождении кукарского кружева. Кукарское кружево является на сегодняшний день одним из самых громких брендов Кировской области. По сей день является загадкой, откуда пришло на Вятскую землю искусство кружевоплетения. Во времена Петра I один плотник, который учился кораблестроению в Голландии, вернулся со своей женой-голландкой в Россию. Она была кружевницей, очень знатной. Попав в немилость, плотник бежал вместе со своей женой на Вятскую землю. В Слободе-кукарке обучила эта голландка местных мастериц кружевоплетению.